всем привет с вами дмитрий урсул и добро пожаловать на третий выпуск курса из серии микс обзор в котором мы рассмотрим сведение мастеринг трека в стиле поп-баллада для евровидения для тех кто не знает серия курсов микс обзор была создана для того чтобы показать реальные примеры сведения и мастеринга реальной композиции на сам уж не на есть такой прикладной практической основе то есть я буду рассказывать что я делал как я делал почему разберем каждый инструмент каждый элемент аранжировки и каждый выпуск будет посвящен какому-то отдельному жанру уже есть два выпуска у нас по уроку и поп-дап степу и вот сегодня разберем поп-балладу в духе евровидения для тех кто смотрит мой видеоблог на канале ложек про help я уже в первом выпуске рассказывал о том как собственно я этот трек отправлял на евровидение то есть все вот эти вот технические сложности и тонкости по отправке непосредственно мульти трека готового на конкурсе евровидения а сейчас давайте в этом курсе уже полностью разберем саму композицию то есть что я делал как я сводил как я делал мастеринг ну а прежде всего давайте собственно послушаем и посмотрим клип с этой песней сообщение номер 1676 я не знаю что произошло но это изменило мир навсегда я уверена что я не одна все кто меня слышит пожалуйста отзовите пожалуйста отзовите сообщение номер 1677 все кто меня слышит отзовите пусть говорят что кто-то может быть лучше нас мне все равно я лишь хочу быть собой сейчас мой дом это мир и в нем так много прекрасного но тратя жизнь за успех позовыв обо всех мы не станем счастливее мы свободны будет трудно и пусть go and wake the world продолжай свой путь это время для нас просто живи этот мир без границ это время любви всегда и везде спиною к спине сохраняя любовь своей душе это время для нас только здесь и сейчас всегда и везде С sitting спинною к спине сохраняя любовь в своей душе мне важно кто мы и что останется после нас в мире я ты district единого Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот такая вот эпичная получилась песня Надеюсь вам понравилось И собственно давайте сразу перейдем К обзору проекта В котором я вам покажу из чего он собственно состоит Из каких дорожек, из каких элементов И дальше будем двигаться по всему проекту И рассмотрим каждую партию Каждый элемент на протяжении всего трека Давайте начнем Поехали! Друзья, вы давно просили нас И мы это сделали Самое выгодное предложение специально для вас Представляем вам пожизненный доступ К базе курсов школы Logic ProHelp Причем как к уже вышедшим курсам Так и к тем, которые появятся в будущем Как это работает, спросите вы Все очень просто Вы приобретаете определенное количество Курса кредитов 30, 50 или сразу 100 За фиксированную сумму А потом по запросу Обменивайте их на интересующий вас курс Мы в ту же секунду пришлем вам выбранный курс Из нашей коллекции А доступ к нему останется у вас пожизненно При этом вы сами решаете В каком порядке и в каком количестве Запрашивать курсы Вы можете сразу запросить все Что уже было выпущено школой Logic ProHelp На данный момент А можете запрашивать порционно Оставляя часть кредитов на будущие курсы Все максимально гибко Вы смотрите и изучаете только то Что вас интересует При этом вы фиксируете за собой Самую выгодную цену В перерасчете на один курс Кстати, пожизненный доступ Можно также приобрести и в рассрочку Переходите по ссылке в описании И узнайте подробнее, как это работает А также узнайте о подарках Которые ждут каждого купившего пожизненный доступ Не откладывайте обучение на потом Начните прямо сейчас Итак, давайте начнем с обзора проекта Из чего он состоит Как видите, здесь довольно много дорожек В основном это вокальные дорожки Я для удобства сразу все спрятал по своим папкам Чтобы мы могли фокусироваться на нужных каких-то вещах И я неоднократно об этом говорил И в своих видео на YouTube Что я всегда выступаю за грамотную организацию проекта Дорожек так, чтобы спустя даже какое-то время Открывая проект Сразу понимал, где что происходит Если вы еще не выработали такой привычки Я ее очень настоятельно рекомендую выработать Потому что для сведения вот таких сложных проектов Без раскрашивания цветами Без обрезки, скажем так, ненужной информации Как вот здесь видите Чтобы вы понимали, мне все это прислали Едиными файлами длинными От начала до конца синхронизированными И как вы видите, я здесь многое обрезал То есть оставлял те части файлов, которые непосредственно есть звук И, соответственно, все выставлял по приоритетам То есть у меня идет обычно ритм-секция, барабаны Эффекты, бас Потом идут электрогитары, клавишные инструменты И уже дальше идет вокал Вверху основные вокалы И далее уже идут дополнительные бэки Сразу скажу, что здесь бэки добавлялись по мере сведения То есть это было несколько миксов сделано Постоянно что-то дорабатывалось Что-то перерабатывалось Вокалы перезаписывались То есть некоторые вокалы здесь записывались отдельно Потом мне досылались То есть такой проект, в принципе, был не самый быстрый и легкий Сразу скажем, но все-таки ответственность была соответствующая Так как этот трек все-таки для Евровидения Поэтому подход был соответствующий Но так в целом, то есть все довольно-таки стандартно Обычная такая поп-аранжировка с мощными барабанами Всякими эффектами типа импект и прочих райзера Всякие шумовые эффекты Мощный бас, саббас и более яркий бас Несколько гитар, электрогитары и акустические гитары в стерео Дальше идет несколько фортепиано Поэт, струнные и дополнительные струнные Как такие всякие подголосочные То есть в принципе все довольно-таки понятно И по вокалам у нас идет голос Тани То есть женский голос И мужской голос Голос Темберала И соответственно бэки Которые либо частично спеты имиджа под себя То есть так называемые даблы И еще здесь есть бэки, которые были спеты профессиональными бэк-вокалистами Отдельно Но мы до этого до всего дойдем еще То есть вот в целом весь такой проект Давайте посмотрим микшер Как вы видите здесь Уже все обработано Мы обязательно пройдемся по каждому элементу То есть я все рассмотрю в больших деталях и подробностях Также у меня здесь сразу рассмотрим Есть уже реверы и дилей Которые я использую в этом проекте Как видите их не так много То есть мне достаточно тут всего Четыре дилея Четыре ревера и два дилея Которых мне более чем хватает на весь проект И давайте посмотрим на мастер шину Насчет этого output 34 можете особо не удивляться Для чего он мне нужен Я просто сюда загрузил референс трек Точнее не совсем референс Это скорее демо микс Который мне прислали вместе с проектом Чтобы я ориентировался что к чему И соответственно Я это все дело вывел на третий-четвертый канал Просто чтобы я мог слушать исходный микс Сверяться с ним И переключаться И не затрагивать вот эти плагины Демо микс То есть это нужно для того чтобы я более грамотно слышал Демо микс так как я использую на мастер канале обработку Я сейчас о ней еще подробнее скажу То если я использую какие-то референсы в своем треке Над которым работаю Я обычно его размещаю на отдельной дорожке И отправляю ее на третий-четвертый выход Так как у меня многоканальная звуковая карта И уже в самой звуковой карте Я переключаю просто мониторинг с обычного стерео выхода На третий-четвертый И тем самым могу слышать то что здесь происходит Итак давайте вернемся к обработке на мастер секции У меня вообще во всем проекте на каждой дорожке стоит NLS Channel Я им постоянно пользуюсь Если вы уже смотрели мои какие-то предыдущие видео и курсы Вы уже это знаете Я использую NLS Channel от Waves Который имутирует поведение аналоговой консоли То есть эти плагины работают скажем так друг с другом совместно То есть они видят присутствие других плагинов на других дорожках То есть они скажем так залинкованы И вот этот NLS Bass это как шина виртуального микшера На котором у меня также стоит небольшой драйв И на каждом из каналов тоже стоит свой вот такой NLS Который чуть-чуть добавляет такой некой сатурации Сразу скажу я это делаю сразу То есть это я ставлю именно еще до начала какого-либо сведения И какой-либо обработки То есть тем самым все мои решения которые я принимаю По эквализации, по балансу, по компрессии Они уже исходят из того что у меня стоят эти плагины То есть эти плагины вносят какие-то свои гармонические насыщения Также у меня на мастере здесь стоит пленка от Slate Digital Которая также вносит свои гармонические насыщения И такой немножко эффект чуть-чуть небольшой компрессии пленочной Но опять же компрессор полноценного я на мастере не использую Я это оставляю на этап мастеринга Так как мастеринг делаю тоже я Я могу этот момент, скажем так, оставить на потом И вот я в принципе так привык работать Поэтому о компрессии мастера мы еще поговорим Когда будем говорить о проекте мастеринга трека Вот эта вот пленка, она просто тоже окрашивает Вообще пленка, она немножко добавляет такого, скажем так, подъема нижней середины Она становится такая более плотная и весомая, такая более склеенная Местами, конечно, добавляют чуть грязи Но опять же, повторюсь, так как я эту обработку ставлю до начала работы над миксом Я уже эту грязь как бы слышу изначально И все мои решения по эквализации, по вырезанию частот уже исходят из обработки вот этой пленкой Но если я отключу эту обработку уже после сведения То микс просто может развалиться То есть и не может, а скорее всего развалится и по частотам, и по динамике Потому что вот эти плагины, они глобально особо ничего не делают Но на самом деле они очень многое делают, скажем так, под капотом То есть они там где-то чуть-чуть какие-то гармоники добавляют Что-то чуть по-другому склеивается И когда у вас проект состоит из такого большого количества дорожек То все это очень сильно влияет на конечный результат Поэтому вот эти все мелкие нюансы, они тоже играют свою роль Но опять же, это чисто моя привычка Я вовсе вам не навязываю такой подход Но я просто привык, я люблю такую немножко аналоговую сатурацию Вот, собственно, я использую по классике сатурацию микшерной консоли И сатурацию пленки В принципе, это все, что у меня есть по старту То есть до начала сведения, это все, что у меня есть в проекте На каждой дорожке стоит NLS в первом слоте И, соответственно, на мастере стоит NLS бас и пленка Пленка может быть любая, но я просто для себя открыл Что от Slide Digital мне нравится как-то больше всего Она такая более для меня предсказуемая и понятная Но также есть и Waves очень хорошие пленки Да, в принципе, мне кажется, у каждого производителя есть пленочная сатурация И ничего особо сложного в этом нет Друзья, отличные новости! Отныне вы можете начинать получать ценные знания по работе со звуком Не откладывая до зарплаты и не дожидаясь внезапного наследства от неизвестного далекого родственника Logic ProHelp совместно с Тинькофф Банк предоставляет вам рассрочку на все курсы А также пожизненный доступ и личное обучение с нашими преподавателями Переходите по ссылке в описании, где вы сможете найти полный список курсов, участвующих в программе рассрочки И выбрать то, что вас интересует Начни получать необходимые знания уже сегодня, не откладывая на потом Давайте возьмем какой-нибудь фрагмент, например, припев первый и послушаем без мастер-обработки Яснее буду ее включать-выключать и заодно сравним, как оно звучит Вот наглядно слышно, что бочка становится такой более выпуклой, все становится более таким склеенным И, собственно, это и есть основной смысл, для чего я использую эту обработку Потому что она позволяет мне чуть проще все склеить и собрать, скажем так, воедино Далее у меня здесь стоит на мастере измеритель IZOT OpenSight Но на самом деле я прям не смотрю за какими-то показателями Мне главное, чтобы у меня не перегружало ничего на мастер-шине на выходе Также у меня здесь стоит последним плагином Magic AB для того, чтобы слушать какие-то референсы В том числе референсы, которые мне присылают клиенты, на которые они хотят ориентироваться по звуку Я периодически работая над элементами каждых, над элементами Mixon, например, барабанами, басом Я всегда сверяю с какими-то референсами, которые мне лично нравятся по звуку Либо которые нравятся клиенту И я понимаю, что это подойдет для данной композиции То я сверяюсь с этим тоже Чтобы оставаться, скажем так, в контексте Потому что очень легко увлечься, добавлять новые элементы И уйти куда-то вообще в другую сторону от того, что хотел клиент Или от того, что ты хотел изначально Поэтому стоит немножко освежать уши То есть здесь не идет речь о каком-то копировании Воссоздании каких-то чьих-то приемов и звуков Это идет речь чисто о, скажем так, адаптации слуха Чтобы оставаться максимально объективным в своих решениях И, соответственно, здесь у меня загружены треки И я между ними могу переключаться И какие-то моменты для себя пытаться воссоздать по балансу и так далее И последний плагин выключен у меня здесь стоит Sonarworks Это я его использую только когда работаю на мониторах Чтобы чуть-чуть корректировать неточности моих мониторов И неточности моей акустики в комнате Очень хорошая тоже вещь Если вы страдаете от не самого такого качественного звука в вашем мониторинге А я вам настоятельно рекомендую делать профессиональное сведение Как минимум на хотя бы таких мониторах среднего класса Я не говорю там про какие-то очень дорогие Но делать это не в наушниках Потому что в наушниках сводить очень сложно И результат всегда становится немножечко таким получается недоделанным и странным Даже если в наушниках все хорошо звучит На обычной стереопаре, на обычных стереоколонках Скорее всего будет что-то звучать не совсем так Ну вот в принципе это все наверное что я хотел вам сказать в этом проекте Также сразу скажу что когда я вам сказал что я все рассортировал по категориям То есть барабаны, эффекты, бас Я использовал фолдер стеки То есть если мы нажмем трек, create track stack И там выбираем фолдер стек То есть это создает просто такую некую папку Но на самом деле это не просто папка Это еще и VCA фейдер Про него я записывал тоже видео на ютубе Что такое VCA фейдер, для чего они нужны Здесь как вы видите у меня убран этот фейдер на минус 4,5 децибела То есть это говорит о том что мы когда принимали разные решения по миксу Мне нужно было быстро прибирать барабаны потише Потому что мы решили что музыка немножечко забивает голос И как вы видите я здесь голос прибрал всего лишь на один Чтобы у меня не перегружала мастер шина А все весь инструментал То есть все группы инструментов Которые у меня отвечают за те или иные категории Скажем так партий У меня убраны на минус 4,5 То есть это говорит о том что я уже в конце Когда микс был собран Я прибрал все инструменты И чуть-чуть голос прибрал То есть таким образом у меня голос все равно остался выделенным Инструменты тише И при этом меня ничего не перегружает То есть это очень удобная практика Я про нее неоднократно упоминал То есть вы уже на финальных этапах можете работать чисто вот с этими фейдерами Забыв про все что у вас там внутри происходит И кстати они же также будут затрагивать и посылы То есть если у вас что-то где-то из каких-то дорожек куда-то отправляется на реверы Это будет также затрагиваться этими фейдерами Это очень удобно В этом собственно и есть смысл VCA фейдеров Еще раз скажу Что подробнее про них я вот записывал видео на YouTube канале Logic Pro Help Обязательно подпишитесь Посмотрите если еще не видели И таким образом могу вот прям даже сейчас в реальном времени Например сделать инструменты все потише И так же можно вокал чуть выделить или наоборот его спрятать Это кстати можно автоматизировать Здесь я этого не делал Но в принципе это тоже возможно То есть эти фейдеры можно автоматизировать И целую группу инструментов в какой-то определенный момент Можно выводить вперед-назад То есть очень удобная практика Для сведения очень полезная Я советую ее тоже взять вам на вооружение Ну что ж Думаю что с обзором проекта мы закончили Все я думаю понятно И давайте уже в следующем видео Мы с вами поговорим о сведении барабанов И сведении бас-гитар и эффектов